Здравствуйте, дорогие друзья! Я расскажу вам о том, как завершился супер-турнир в норвежском Ставангеле. В итоге победил Сергей Ковякин, и произошло это в результате очень бурного и нервного финиша. Два заключительных тура оказались очень интересными, и я думаю, они потрепали немало нервов болельщикам. Восьмой тур получился самым кровавым за весь турнир, и он выдался очень драматичным. Оба лидера, и Сергей Ковякин, и Магнус Карлсон, неожиданно проиграли, очевидно, очень пытаясь, очень стараясь убежать от конкурентов. Они несколько переоценили свои возможности и, конечно же, недооценили своих соперников. Но начну я с других результативных партий. Всего лишь одна ничья в партии Топалов и Ронян, ее я вам не покажу. Ну а остальные результативные поединки в той или иной мере попробую вам объяснить, что в них произошло. Итак, начну со встречи Накамура Раджабов. Вот посмотрите, пожалуйста, на доску. И у нас здесь острейшая позиция из челябинского варианта с ицелянской защиты. Топалов Раджабов традиционно исполняет его, но сейчас в целом он играет неубедительно, не получился у него и этот вариант. А вот Накамура напротив расправил крылья на финише турнира и продемонстрировал очень мощную убедительную борьбу. Позиция очень сложная. Могу сказать одно, что здесь черные не имеют права играть пассивно, то есть так, как играл Раджабов. Здесь надо было срочно черным наладить активную контр-игру, например, ходом ладья Б8 или даже слон Б6, жертва пешка на А4. Но Таймур, вероятно, еще не понимал, насколько тяжела его позиция. Он, конечно же, возможно, рассчитывал, что белые здесь возьмут на Д6 и пропустят вот такой слоновый удар по ладье А3. Но вместо этого последовало Ф4. Теперь вот черный слон отправляется вперед, но на самом деле здесь выясняется, что давление на пешку Д6 очень сильное, черный ферзь вне игры. И беда черных состоит в том, что если они защищают эту пешку Д6, тогда белый вот таким интересным маневром ферзя, а ферзь А1 давит на пешку Е5 и ферзь А4 полностью дезорганизует оборону черных. И после ладья С8, ладья ФД1, видим, что пункт Д6 уже не удержать, ферзь на А7 вне игры. Последовало Ф6 и конь бьет Д6. Вот здесь, в принципе, можно было бы сказать, что дальнейшее дело техники, но это было бы преувеличением, потому что далее произошли такие события, которые, конечно же, заставили содрогнуться шахматный мир. Очень сложная борьба, здесь просто смотрим, созерцаем и любуемся. Конь А6, это, конечно же, не зевок, потому что если взять на А6, тогда ладья бьет Д7. Ну вот дальше пошла очень острая игра, в которой до поры до времени соперники действовали неплохо. Ну вот, начиная с 34-го хода белых, началась комедия ошибок. Здесь каждый ход буквально практически ошибочен. Я думаю, что надо принимать во внимание, что соперники были уже в достаточно серьезном цитноте. И вообще сама позиция настолько сложная, разобраться в ней без компьютера реально практически невозможно. Поэтому нам, комментаторам, здесь легко, конечно, говорить, ах, насколько же слабо они играют, эти гроссмейстеры. А вот если бы мы, комментаторы, сами сели за доску, мы бы играли бы еще слабее. Причем независимо от квалификации. Ну, действительно, шахматы сложная штука. Итак, здесь белые сразу должны были подставить коня под бой. Конь Ф5. И дальше, поверьте мне, в вариантах черный король страдает больше, чем все остальные. Но последовал ферзь Е1, вроде бы напал на пешку Аш4. Все нормально. И вот король Ж7. Король сам защищает себя по Бенту Ларсену. Здесь на Камуре надо было поставить слона на Ж5. И дальше в вариантах, в общем, была неясная позиция, скажу так. Но последовал неточный отход ладья Ф1, после чего картина изменилась кардинально. После этого черный даже выигран. Ладья бьет Б3, слон Ж5. Вот здесь банальным взятием на С4 и потом небанальным отходом на Ф8, прямо под дулу ладью Ф1, черные добивались выигранной ситуации. Дело в том, что вскрытый шаг здесь не опасен, а ладья, собственно, здесь не удерживается на вертикале Ф. Так Раджавов мог одержать единственную победу, которая, конечно же, подсластила бы его пилюль. Но последовал Ферз Д3, здесь еще два хода не первой, скажем, не первой свежести, не лучшего качества. И вот сейчас перед вами финальный акт этой драмы. Здесь надо было сыграть либо Ферз Д3, либо ладья Д3, что приводило, как ни странно, к вечному шагу. Вот, например, Ферз Д3, шаг, и дальше черный король убегает, и черные вовремя отдают Ферзя. Ну вот здесь у белых явно не хватает потенциала для атаки, но вот я написал для правдоподобия вот такое повторение ходов. А последовал слон бьет С4, после чего черные действительно получили мат. Слон Ф6, и белый Ферз торгается, очень важно. После конь Е5 уже стало ясно, что позиция черных незащитима. Вот эта уже паническая жертва Ферзя ничего не изменила, уже здесь Теймур сдался, потому что закончился цитнот. И вот он убедился, что после всего пары шагов, собственно, белый уже не шагует, а матует. Итак, так Раджабов потерпел очередное поражение, которое отбросило его на предпоследнее место. А на последнем месте у нас четко зафиксировался Хаммер. Я, кстати, перед турниром говорил, что он наберет 2 очка, но он набрал меньше. Итак, смотрим дальше. Анант против Хаммера. Вот, кстати, почему это произошло. Чемпион мира, конечно, не склонен был отпускать столь сладкого соперника. Ясно было, что если уж у кого-то надо выигрывать в этом турнире, то, разумеется, у молодого норвежца. Итак, смотрим на доску. Перед вами очень актуальная позиция из защиты Грюнфельда. И сейчас здесь происходят большие теоретические изменения. Вот здесь раньше играли Аш5 белые, но черные путем Ж5 закрывали калиточку на королевском фланге. Поэтому чемпион мира играет конь Ашты. Это довольно дерзкая такая новинка. Теперь угрожает Аш5, конь на Ж5 также скачет. И норвежец, надо дать ему должное, парень он смелый, идет с голыми кулаками против бронированных машин очень легко и уверенно. И так, он взял на Аш4. И после 3-х нулей еще и на Е4 скушим. Молодец парень, в общем, уважаю, уважаю. И так, здесь в принципе черные еще не ошиблись. Позиции совершенно нормальные, но, конечно, эта игра требует колоссальной, колоссальной точности. Ферз бьет А2, видите, что ферз уже третью пешку скушал. Я думаю, что здесь ладья бьет Аш7, возможно, был ход. Но переход в окончание, конечно же, не входил в планы Виши Ананда. Он хотел непременно поставить мат. Он сыграл ферз Е3, такая азартная игра. Причем компьютер здесь очень долго не понимает, что происходит. Ему кажется, что у черных абсолютно выграно. Но вы, если включите, ему тоже не верите. Компьютер, он такой, он оптимист, но недооценивает опасность королю. И так, шах, шах, и еще раз шах, и белые закрылись от шаха. И вот теперь после слона Ф5 наступил критический момент борьбы. Вот, я думаю, что здесь после комби от Аш7 была ничья вечным шахом. Но, опять-таки, Ананду надо было побеждать, поэтому он с некоторым, знаете, таким, с элементом блефа здесь играл. И вот здесь Хаммер очень серьезно ошибся в этот момент. Если бы он сыграл Аш5, то белые били бы на Аш5, и, вот поверьте мне на слово, в дальнейших вариантах получается ничья. То есть это был очень недурной ход для Хаммера. Но еще более интересный был бы здесь ход КС6. Ну, простой развивающий ход, и на комбьют Аш7 просто ладья ФД8. Здесь от чемпиона мира потребовалось бы адские, титанические усилия для спасения. Вот скажите, дорогие друзья, кто из вас, глядя на эту позицию, нашел бы здесь ход Д6, Д7? Вот просто так подставляем пешку под бой, под шаг, под все возможные нюансы. Причем сильнейший ход за черных, что интересно, не взять и на Д7, а конь А5. То есть конь черных направляется в атаку на С4 или на Б3. В общем, дорогие друзья, я не стану вам забивать голову здесь сложнейшими вариантами. Могу сказать, что белые, в конце концов, получали вот такую позицию. Смотрите на диаграмму. У них не хватало качества и пешки, но, конечно, контригра у них очень серьезная. Вот, это в случае точного, правильной игры. Но кто же ее мог найти за доской, это было бы нереально. В общем, после нормальных продолжений H5 или конь С6, результат партии был непредсказуем. Но опоследовал ладья Д8. И вот здесь после жестокого удара комбета Ф7, черного короля раздевают полностью, как грабители на темной улице. И он лишается всего, буквально всего. И кошелька, и жены, и... Чего же еще можно лишиться? А, жизни. Всего лишился. Вот. Итак, ладья бьет Д6. Но здесь просто угрожал мат по всем параметрам. И поэтому пришлось откупаться. Взяли-взяли конь С6. Кажется, что после ладья Д8 черным станет хорошо. Но вот здесь наступило время волшебных комбинаций. Но Анант высококлассный шахматист. И даже если он не в лучшей форме, он такие вещи находит. Он сыграл ладья Д7. Вот так подставил ладью под бой. Теперь ладья на Д8 не появляется. Белые готовы дальше матовать. А в случае взятия слом бьет Д7, конечно же, до черного короля постепенно добираются с помощью второй ладьи. Ну, последовал ладья И8. Давайте окончание партии уж посмотрим без особых комментариев. Здесь, наверное, особых комментариев не нужны. Ну, вот я полагаю, что здесь надо было Хаммеру уже признать свое поражение. Он еще немножко здесь, знаете, похулиганил. Да, вот здесь уже качества нет. Ну, во всяком случае, после размены на Д4, вот здесь уж точно надо было признать свое поражение. Ну, видимо, Йону Людвигу очень хотелось еще немножко посидеть за доской вместе с чемпионом мира. И он посидел. Но, конечно, при этом проиграл. Так, ну а теперь очень важные события, которые произошли в восьмом туре. Это у нас поражение лидеров. Итак, Свидлер играл против Корякина. И надо сказать, что Петр провел эту партию очень мощно, в лучшем стиле. Как будто и не было за спиной многочисленных и очень утомительных турниров. Просто Петр действительно взялся за гуш и уже не вправе говорить, что не идешь. Итак, вот на встречу с лидером Петр собрался. В дебюте это была у нас испанская партия. Петр очень перспективную жертву пешки применил и получил мощную инициативу. Вот в какой-то момент, а именно в этот, сейчас вы видите это на доске, Сережа Корякин решил переломить ход ситуации, но позиция к этому не располагала. У белых очень мощные слоны. Например, ход С5 здесь был еще интересный. Тогда белые отвечали эффектнейшим ладья Е7, ну с идеей, что на ферзь бьет Е7 следует взятие на Д5 и взятие на А8. Итак, вместо этого сыграл Сережа Корякин ферзь Б6, СД и слон Д6. Ну вот такой разменный вариант. Слон А2, С5 и кажется, что блокада. Ну вот эта позиция, конечно, здесь очень много есть возможностей. И мне кажется, что простой размен на С5 и на ферзь С5 слон А3 давал белым большой перевес, но Петр сыграл красивее. Он подставил ладью под бой. Теперь понятное дело, что брать эту ладью нельзя из-за шаха вскрытого. Видите, слон атаковал и теперь даже не взятие на Е7, а ферзь Д5 со страшными угрозами на Ж8 и на А8. Последовала Король А8. Я думаю, что после хода ладья Е8, который здесь был возможен, Свидлер побеждал. Там, вы знаете, в конце варианта, вот давайте смотрим, смотрим, смотрим. Размен, размен, еще размен. Опять размен и вот. Вот смотрите, я досчитал до такой позиции. И после хода А5 я утверждаю, пусть аналитики меня опровергнут, что белые побеждают ввиду того, что черному королю очень трудно выбраться из угла. На ход Ж6 следует, конечно же, Ж6, в то время как белый король успешно приходит в центр. Но Петр посчитал, что так можно продешевить. Он сыграл ладья Е7 и последовало неожиданное повторение ходов. Вот это вторая попытка. Опять-таки ладья Е8 можно было ждать, но он сыграл ферзь Ф7. То есть красиво и еще красивее. Теперь угрожает мат на Ж7. Черные уже вынуждены брать на Е7. Д6, мат на Ж8. Конь Ж6, ДЕ. И вот получилась такая забавная позиция, в которой у белых два слона, а у ченых ладья и две пешки. На самом деле позиция сложнейшая. Позиция счетная. И вы знаете, играть здесь очень тяжело за обе стороны. Могу сказать, что перевес у белых. И вот пока я вам показываю эти ходы, в принципе, здесь побеждает тот, кто лучше считает, у кого свежее голова. Можно было бы предполагать, что это будет у молодого Сережи Корякина. Но все-таки, в принципе, так как белые атакуют, атаковать-то всегда легче. То есть здесь черным приходилось постоянно считать какие-то нападки. В то время как белым на самом деле тоже надо смотреть, как бы черные пешки не проскочили в пред. Вот здесь, несмотря на всю молодость и мощь Сережи, я сказал, компьютера. Сережа компьютер. В принципе, у Корякина действительно компьютерный стиль игры. Но вот он даже не смог здесь понять, что ладья C2 вело к спасению. А это действительно вело к спасению. Показываю коротенький вариант. Здесь эта ладья очень полезна для продвижения пешки. Но даже Корякин не смог понять, что после того, как эту пешку отъедают, ну угроза мата была, На самом деле у черных спасает вторая пешка, которая уже неотвратимо идет. И белым фактически приходится здесь отдавать одного из слонов и добиваться равенства. А последовала ладья C3. И вот здесь дальше уже медицина, что называется, бессильна. После очень точного хода слон D6 угроза заезда слона на F8 оказалась неотвратимой. И никакие ухищрения Сережи Корякина здесь ни к чему не привели. На самом деле здесь действительно отход Король H3. Прекрасно просто, прекрасно. То есть уходит от всех шахов. И теперь уже белый атакует, ну с лишней фигурой. В общем, обыграть Корякина смог бы, наверное, каждый из нас. Вот. Ну молодец Петр, конечно, сыграл блестящую партию. Ничего не скажешь. В то время как Магнус Карлсон проиграл Ван Хао. И здесь при всех хвалебных одах в адрес китайского гроссмейстера, я должен покритиковать норвежца, который, на мой взгляд, все-таки недостаточно взвешенно подошел к этой ситуации. Во всяком случае, белыми так рисковать нельзя. Вот смотрите, позиция после дебюта, английское начало, у белых комфортный перевес. Мне кажется, здесь Магнусу не следовало торопиться с активными действиями. Можно было сыграть Е3, Ферса А4, как-то еще ладью подвести. То есть черные же лишены контр-игры. Но вот Магнуса понесло вперед, он провел Б4. В принципе, это основной план, но в данной ситуации он сопряжен с многочисленными разменами. Вот при всей красоте позиции белых ничего, кроме отыгрыша пешки, у них нет. Взяли на С6, причем структуру черных исправилась. Вы знаете, и Д5. Вот видно же, что у черных порядок. Итак, дальше Магнус перегнул палку, увлекся атакой, остался без пешки в трудном окончании. И я иду уже к концовке партии, где нас ждет развязка. Итак, вот внимательно всмотритесь в позицию. Ладейное окончание, у черных одна лишняя, но у белых есть проходная. Но, как известно, ладейное окончание имеют огромные ничейные тенденции. И вот это подтвердилось. То есть до данной позиции Магнус упустил пару хороших возможностей достичь мирной гавани. Но вот здесь он явно ошибся. Здесь надо было выбирать между ходами король Ж2 и король Ф2. И он не угадал. Ход короля Ф2 спасал партию. Спасал партию. Смотрите, после Д3, вот очень важный момент. Шаг, шаг. И вот здесь белый король не пускает черного короля на Е3. Это исключительно важное явление. И вот здесь, вы знаете, с помощью шагов белые вынуждают, оттесняют черного короля из центра. И вот здесь, вы знаете, ничего не получается. Белые, оказывается, могут бросить на произвол судьбы пешку Ж3. И потом получают достаточно серьезную контр-игру и спасаются. Вот. А последовал ход король Ж2, который стал губительной ошибкой. Но правда, в оправдание Магнусу надо сказать, что выигрыш черных оказался очень красив. Здесь, конечно, на Е3 надо было сыграть сразу, но, собственно, небольшое промедление ничего не меняет. И, возможно, издалека Магнусу показалось, что эта позиция ничейная. Но здесь последовал фантастический красивый прорыв. Ф4. Два восклицательных знака, не меньше. Вот. Именно этот ход позволил черным осуществить перекрытие. То есть теперь ладья идет на Е3 в случае чего. И черные проводят ферзя, впрочем, тоже как и белые. Вот. Но здесь ход черных, и они затевают матовую атаку. Вот смотрите, какая красивая финальная комбинация. И вот здесь кажется, что ничего нет. Например, король Ф3, это шах. Король Ф2, это тоже шах. Но последовал блестящий ход Ж3. И выяснилось, что белые теряют ферзя. Здесь Карлсон сдался ввиду варианта король бьет Ж3. Шах-шах, и белые остаются без ферзя. Ну что, молодец Ванхау. А Карлсон, на самом деле, упустил реальнейшую возможность догнать лидера. Итак, восьмой тур закончен. И по результатам восьмого тура ситуация резко осложнилась. Карлсона догнал Анант. Рядом оказался еще и Накамура, и Свидлер, и другие зубастые волки. Вопрос о призах стал ребром. В девятом туре наступила развязка. Отстающие на пол очка от Ковякина, Карлсон и Анант должны были выигрывать для того, чтобы доставать лидера. И они этого сделать не смогли. Вот видите сейчас перед вашими глазами табличка с результатами тура. Анант даже проиграл, в то время как Карлсон сделал ничью. Но в оправдание Магнусу, надо сказать, он встречался черными с очень сильным соперником. Я даже не буду показывать эту партию. Ничего не удалось Магнусу сделать, потому что Аронян поставил партию очень солидно. И понятное дело, что у Карлсона был очень простой выбор. Играть с колоссальным риском или просто играть нормальные позиционные шахматы и согласиться на ничью. Он предпочел второе, потому что перед своей публикой еще, конечно, проиграть в последнем туре это была бы катастрофа. Вот Магнус сделал ничью. В то время как Анант уступил разыгравшемуся Ван Хау. И Корякин, в общем-то, с Топаловым зафиксировал уже ничью с позицией силы в нужный момент. Выигрыш Накамура у Хаммера никого не удивил. То есть Накамура накатил на финиш очень удачно. Раджабов и Свидлер сыграли достаточно важную в театическом плане партии. Но Раджабов не продемонстрировал должного напора. Итак, переходим к шахматной начинке. Смотрим. В партии Ван Хау против Ананда. Ну что, китайский шахматист молодец. Он только что обыграл Карлсона, но теперь, как честный человек, обязан был обыграть и другого участника грядущего чемпионского матча. И он это сделал. По большому счету, конечно, вина в этом, мне кажется, процентов на 80, вина самого Ананда. Он, конечно, явно не рассчитал свои возможности и начал просчитываться. Это, конечно, недопустимо. Итак, видим позицию. Достаточно известная позиция из английского начала. И здесь Ван Хау проявил свой крутой нрав ходом Ж4. Правда, ход не нов. То есть белые захватывают пространство, тесняют черную фигуру, но, конечно, при этом немножечко ослабляют свое положение. Здесь, я думаю, конь Ф6 был недурной ход, но конь Б4 тоже не ошибка. Конь С5. И вот здесь белые атакуют этого слона и буквально приглашают взять пешку на А2. Но, мне кажется, эту позицию надо использовать в качестве тестового задания. С вопросом перспективным детям, можно ли играть слон бьет А2. И те, кто ответит нельзя, тех надо поощрять пятеркой и шоколадкой. Им надо давать еще больше приз, если они объясняют, как на самом деле надо было сыграть черным. А надо было сначала разменяться ферзь бьет Д1. Вот теперь в случае слон бьет Д1 взять на А2 можно без малейших сомнений. В случае ладья бьет Д1 не слон А2. Потому что там белые бы играли, вот смотрите, слон А2, значит, слон Д2 напали на коня, слон С3. И здесь слону-то, собственно, некуда убираться, восвоясь. Здесь у черных очень неприятная позиция. А на самом деле после ладья бьет Д1 был ход конь С2. Простая идея. В случае, если ладья Б1, тогда слон бьет А2, черные просто выиграли. Поэтому белым здесь пришлось бы идти в острые игры. Итак, размен на Е6, слон Д4. И вот, собственно, сказывается ослабление королевского фланга белых. И вот примерно такой вариант, после которого, я думаю, что... Ну, там, ладья Д7, конь даже через Е1 может где-то поскакать в какой-то момент. И мне кажется, что в этом положении черных никак не хуже. Вот так надо было сыграть чемпиону мира. Но он сыграл слон бьет А2 и явно недооценил следующий момент. Ферз А4, конечно же, Виши видел. Ферз Д4, но вот он, я думаю, недооценил тихий ход Ферз А5. Вот так, спокойно, не торопясь. И теперь вдруг выясняется, что слону уходить некуда. И конь на Б4 висит, причем угрожает, естественно, оттеснение черного ферзя. Ладья Д1. И вот здесь очень-очень неприятная ситуация. Например, если сыграть ладья Б8, защитить коня на Б4. Ну, это самое естественное. Тогда ладья Д1. И вот начинаются очень серьезные проблемы у черных. Вот я здесь посмотрел вот такой хитрый трюк. Ладья Б5. Видите, что на слон Б5 последует ферзь бьет Д1. Но белые разменивают фигуры именно вот так. Слон Е3, ладья А5. Черный держится за слона, но после слона С4 все-таки теряет материал. Спасения, вы знаете, здесь уже нет. Но, вероятно, она отыграла достаточно упорным образом. Ладья Д8. Я думаю, что ладья Д1. Вот здесь китайский шахматист напрасно так уж уважал своего индийского грозного соседа. Надо было сыграть ладья Д1 и съесть побольше материала. Там ничего страшного не было. Взяли, взяли, взяли. Конь С2. И вот, возможно, Ван Хау не заметил очень такого хитрого момента ферзь А4. Вот очень был точный ход. После чего уже у черных ничего не получается, и белые легко побеждают. А последовал вместо ладья Д1, последовал спокойненький ход король Ж2. Может быть, даже слишком спокойный. Слон С4, да. И вот здесь начались очень интересные размены, которые закончились уничтожением черного ферзя. И вот смотрите, здесь не надо напрягаться. Здесь надо просто смотреть и любоваться, как соперники соревнуются в чревоугодии. И вот возникла такая позиция. Достаточно интересно. В принципе, очертания крепости здесь присутствуют. Есть такое подозрение, что черные вот-вот могут спастись. И несмотря на огромный материальный недостаток. Я думаю, что эту партию надо, вот вторую половину партии надо изучать очень серьезно. Причем компьютеры иногда не помогают. Здесь надо человеческим взглядом смотреть и видеть крепость. Но я могу вам показать один интересный момент. Да, вот здесь опускаю, опускаю всякие нюансы. Да, финансы черных, конечно, поют романсы. Но на самом деле, может быть, их денежек, их грошей здесь и хватит для спасения. Вот смотрите, здесь вместо ладья Е7, вот этот, видимо, неудачный ход Ананда, можно было бы сыграть. Просто слон Е6, ладья Е7. Теперь вот если взять на Е7, ну взяли на Б3, там с качеством не выиграть на одном фланге. Ладья Б8 взяли, взяли, взяли на Б3. Вот здесь, вы знаете, очертания уже какой-то позиционной ничьи есть. Но, правда, приходится пешку на Ф6 сдать. Вот если бы ее не сдали, так вообще было бы хорошо. Но вот даже эта позиция, я присмотр... Вот подумайте, дорогие друзья, даю вам это в качестве домашнего задания. Итак, черный слон встает на Ф4. Позиция крепкая, слабостей нет. Надо смотреть какой-то обход белого короля куда-то в очень глубокий тыл. Выигрыш это или нет, ну бог его знает. Конечно, бог знает, он все знает, но я надеюсь, что и наши хорошие аналитики тоже это узнают и сообщат нам для следующей передачи. Вот, а последовал ладья Е7, после чего ничего не получилось у Виши, потому что здесь вот если отступить слоном на Д7, тогда этот слон просто попадает в беду. И белые постепенно выигрывают просто материал. Вот я несколько ходов завел и выяснил, что спустя какое-то определенное время... Да, вот видите, слону с Д7 деваться уже некуда, слону Б5, Б4, белые побеждают. Но концовка партии тоже получилась не очень-то интересной, потому что с таким слоном на H5, конечно, спастись невозможно. И пешка Б, разумеется, решает исход борьбы. Вот, итак, Анан сдался и выпал, выпал из тройки призеров. Ну, а Ванхау, конечно, очень хорошо финишировал. Ванхау молодец. Так, теперь я покажу, как Накамура выиграл у Хаммера. Партия получилась очень-очень интересная, дорогие друзья. Это был у нас вариант ноты бума славянской защиты. В принципе, я, конечно, удивлен, зачем Хаммер так сыграл. Но это называется дергать самурая за... Так, если тигры дергают за усы, за что можно дергать самурая, я не знаю. Ну, в общем, разозлил самурая Хаммер вот таким выбором. И, конечно, здесь последовала яростная схватка. Позиция теоретическая. Здесь играли конь Б8. Как ни странно, ход выглядит удивительным. После этого белый, конечно же, атакует Ф5. Накамура сыграл достаточно логично, по-гроссмейстерски. Ферзь Д6, так, ферзем нападает по вертикали Д, готовит выпад конь Ц5. А вот куда пойдет этот конь, еще неизвестно. Последовало Е4. Я думаю, что шахматист более высокого уровня здесь рассмотрел бы крепкий ход слон Ц3. Теперь на конь Ц5 уже есть ход слон Б4. Ну, а на движение белых пешек никуда не убежит. Но последовала яркая и бодрая Е4. Конь Ц5, конечно же, черные идут вперед. И вот начинается здесь суровая такая норвежско-американско-японская битва. Итак, взяли на Ф6, взяли на Д3. Брать на Д3, конечно же, нельзя из-за мата в один ход. И мне кажется, это последний момент, когда Хаммер мог побороться на равных. Здесь надо было срочно сыграть Ф5. И вы знаете, последующее осложнение, мне кажется. Вот, смотрите, примерный набросок ЕФД5. Шах ушел, и здесь черные уже обязаны бить на Д5, иначе они погибают на королевском фланге. Ну вот, в чью пользу эта позиция довольно трудно сказать. В моем анализе получается примерная ничья. В глубоком-глубоком эндшпель. Вот такая позиция финальная. Ну, не принимайте это близко к сердцу. Разумеется, это только аналитическая прикидка. А последовала очень азартная Ф4. Вот таким образом Хаммер решил поставить мат, но не удалось. Ж6, ладья Ф3, ну иначе белому ферзю просто не оторваться от пункта Ж2. Грозит мат. Он сыграл ладья Ф3, после Б2 выяснил, что слабость пункта Д4 решает игру в пользу черных. Значит, Ф5 взяли-взяли. И вот черный ферзь через Д4 готов съесть еще и пешку Ф6 и ликвидировать всякие матовые нюансы. Ну, я думаю, что окончание партии не представляет большого интереса. Могу сказать, что Хаммер как раз действовал в стиле юного самурая. Ну, а Накамура в стиле опытного и очень-очень умелого. Здесь, конечно, брать на Ф7 опасно, но Хикару уничтожил самого главного атакера коня и здесь уже норвежец сдался. Вот Накамура молодец, он таким образом обогнал Ананда. Ну, а вот решающая у нас партия Корякин-Топалов. В ней, в принципе, я могу сказать, что у Топалова было преимущество. Потому что Корякин неудачно разыграл сицилианскую защиту, применил не самую лучшую новинку. Я даже не знаю, как это объяснить с точки зрения аналитического могущества Корякина. Но Топалов на этом турнире, знаете, он был боксером без нокаутирующего удара. Он получал выгодные позиции. Атакую не хочу, как говорится. Но как раз атакующие возможности у Веселина были здесь почти нулевые. Батарейки кончились, и он ничего не мог сделать. И, собственно, в этой партии подтвердился этот тезис. Постепенно, в результате неторопливой позиционной игры, Топалов несколько взорвался, пожертвовал пешку неудачно. И вот получилась такая финальная позиция, дорогие друзья. Здесь у Корякина был большой перевес. Можно было поставить ладью на Б4, потом попробовать коня на Е4 поставить. Можно было просто продвинуть пешку на С4 и защитить. Пешку на Д5. Я думаю, что здесь, во всяком случае, аналитическая проверка. Да и по-человечески видно, что слон на Ж5 остается вне игры. У черных, что у них может быть здесь за пешку? Ничего, только гроб с костями. Но я думаю, что Сережа в этот момент увидел, что Карлсон не выигрывает, что Анант проигрывает. И поэтому он зафиксировал ничью повторением ходов. Итак, в итоге, в итоге Корякин остался на первом месте. Карлсон и Накамура поделили второе и третье место. Ну а дальше у нас большой дележ. А Аронян, Анант, Свидлер. Это был прекрасный турнир. И я поздравляю всех его победителей. Для вас работал гроссмейстер Сергей Шипов. Всего вам доброго. Продолжение следует...